Использовать нестандартным образом высотные металлоконструкции начали около века назад. Так, с 1925 года по 1934 по заказу Анреси Троена на Эйфелевой башне установили 125 тысяч электрических лампочек. И символ Франции стал самым видовым рекламным носителем. Теперь и нижегородцы могут проявить оригинальность. Иллюминацию на нижегородской телебашне возможно зажечь не только в ознаменование праздника, но и по заказу. Слуга для телебашни вообще уникальна. И, собственно, мы сделали ее в этом году, потому что в этом году у нас наши 800-летие. И очень хочется, чтобы в Нижнем Новгороде появилась какая-то еще такая определенная особенность, в частности, управление этой башней. Мы тестировали, да, это работает. Работает очень легко. Чтобы телебашня зажглась, необходимо мобильное приложение «Башня света». Оно доступно для скачивания на смартфоны. В нем выбираете из 16 поздравлений, продолжительность которых 15 минут. Начиная с того, что поздравить кого-то с 50-60-летием, сделал предложение сказать, что я тебя люблю. Ну и любые, так сказать, такие вот очень теплые, личные, скажем, может быть, обращения к тому, кому ты хочешь включить нашу башню. После установки приложения выбирайте время поздравления. Следующий шаг – определиться со сценарием подсветки. Далее по инструкции. Заказать поздравление можно не позднее, чем за 30 минут до начала показа. В нем выбираете дату и время трансляции, включая выходные и праздничные дни. В дальнейшем количество анимаций будет расширено. Олег Лавров и Валерий Шакуров. Время новостей.